Привет, зрители! Вот сейчас и протестим новую самсунговскую флешку с Алиэкспресс, которая якобы, если верить продавцу и производителю, и самому магазину Samsung натуральная. Меня тут как бы вчера запросили, а не попьёте ли вы чайку вот с этим самопальным чудом, с конфетками? А я бы поела, глядя на вас, или попила бы чаю с финиковой пастой или чем-то там, сказал зритель. Я подумала, что надо, наверное, записать, как я их хомячу. Вчера я их сделала, ну в смысле вообще частично в ночи. Кошка, не надо прыгать сюда! На весь монитор! По жопе дам сейчас! Хулиганка! Насрала на два совка под ванной при чистом туалетике. Хулиганка, которая регулярно моется. Так вот, этот, как бы... Сейчас так и будет прыгать, да? Сейчас тряпкой по жопе дам. Получилось по хвосту. Я тут ваяла конфеты из грецкого ореха, 300 грамм чищенного грецкого ореха, 300 грамм сушеной белой шелковицы и 300 грамм такого коричневого изюма. И это всё измельчила разными способами, по отдельности каждая. Потом сваляла шарики, она очень такая мягкая. Вот здесь вот ещё осталось немножко этого всего. И растопила в том, что я ещё не смонтировала, но уже частично есть и в Инстаграм, и, наверное, ещё в Тереге. Шоколад уже самопальный. И как бы обваляла, пришла к выводу, что мне надо такую вот лопаточку силиконовую. Я сегодня её на Вальбере заказала за 95, что ли, рублей или 97. Ну, около сотни, короче. Потому что щипчиками обматывать не очень удобно. Иногда конфетки становятся инвалидами. Вот у меня одна конфетка стала инвалидом, она разломилась. Ложечкой тоже не очень удобно. Но этой фигнёй удобнее как бы обматывая, обламывая, шоколад мешать. Ну, то всё. Короче, шоколад самопальный на основе какао-масла, какао-тертого и т.д. и т.п. Я, наверное, в Терегу это скидывала. А может, это ещё и в обзоре будет, который ещё не смонтировался. Ну, и, в общем, то, что было на балконе, охлаждалось, практически как холодильник, оно задубело. И вот так просто не отсобачить. Пальцы в шоколаде будут. А то, что застывалось естественным путём, не менее естественным путём, но при нормальной температуре дома, оно как бы нормально отлепилось. Но единственное, что вот тут вот жопки остались. Жопки остались. И я думаю, что на какую-то ещё другую штуку, может, на решёточке это всё делать, а под решёточку какой-то пандончик, чтобы положил конфетки на решёточку и шоколад лишний стёк. А потом оно как бы это... Ну, вот не было так. А так как я не могу сейчас себе позволить такое, чтобы просто сладкого с чаем попить, мне потом не очень комфортно на желудке, то я сначала поела. Я помыла посуду, плиту, хотела помыть микроволновку, но поняла, что очень хочу есть. И решила поесть, а потом помыть микроволновку и уже после этого сесть как бы хомячий чай на камеру. Потому что попросили же просто чай на камеру, без всякого вот этого. Вот чай у меня, кстати, обычный зелёный, китайский, магнитовский. Вот этот зелёный, что ли, дракон или какой-то там дракон крупнолистовой зелёный. Потом тут лепестки красной, такой тёмно-красной, может быть, даже бортовой розы садовой. Из нашего сада пожертвовали мне. Тётя у меня с розами занимается. И ещё этот, на дне у меня были сушёные ягодки-малинки. Вот я не знаю, те, у кого есть сад или огород, вот мы каждую осень, короче, срезаем эти веточки. И там на некоторых веточках есть нераспустившиеся цветочки, недозревшие эти цветочки, недозревшие ягодки, частично дозревшие ягодки. Это сушим, вот второй год, по-моему, так у нас. Сушим, а потом в чай добавляем. А я что-то в прошлом году посушила и забыла. А в этом году то, что посушила, уже уделала. И мне так прониклось им, что вот сначала я положила немножко малинки, потом я положила пару щепоток, ну, как-то так, или ложек, я уж не помню, зелёного чая. Сверху я положила эту розочку, залила, и он у меня по цвету вышел. В принципе, такой вот, если зелёный чай, очень крепко заварить. Вот такой вот, там роза дала, цвет малинка. Потому что сама по себе малинку с листиками и веточками заварить, или просто малинку вот с этими её хвостиками, то оно немножко по цвету напоминает такой слабый зелёный чай. Но он тут всё вместе. Довольно вкусный чай. Ну и сейчас я с вами попробую своё действие, изготовление. Чё мне вышло? Сначала я раскребу всё, что тут. Просто я как бы это, всё тут страдаю. Хочется каких-то конфет купить. Или хочется ещё что-то купить. Здесь варенье, есть мёд в сотах, есть просто мёд. Есть шоколад опять же этот самопальный. Здесь немножко покупного печенья. Всякого разного. Крекер там, ещё что-то типа крекера. Здесь бараночки. А сама печенье я чё-то уже месяца три собираюсь, всё никак не сделаю. Есть ещё какая-то фигня. Типа такой сладкой, может, штуки, уж не помню. А может, уже и нету. Я подумала, почему мне сделать конфет. Потому что у меня лежат грецкие орехи. Мне тут подарили 500 грамм в очистках. Грецких орехов. Ну, они как бы это, их надо до конца года доесть. Я взяла и почистила. Иногда у меня так очень быстро они хорошо очистились, без проблем. Ну, на 500 грамм орехов было 10 с живностью. Открываешь орешек, а там кто-то живёт. Два вообще высохших. И они были, видимо, двух сортов. Белые вот эти светлые орешки и тёмные орешки. Но они по размеру тоже отличались. У меня там есть это, как бы, шелковица, пара пакетиков. Один пакетик я в деревню брала, ну, к чаю, вместо сладкого. Чё это у меня перевернулось нахрен? Надеюсь, на это и самое не перевернётся. Потом у меня был изюм, который я весной, что ли, летом покупала. Весной, наверное, покупала. Обработанный виноградным маслом. Ну, хорошо, хоть виноградным, а не чёрно от каким. У меня ещё есть, короче, в морозилке чернослив, ну, из морозилки в холодильнике, в ящике, в пакете. Но я что-то так всё посмешала, попробовала, поняла, что, ну, в этом тут уже всё такое, ничего не надо больше. И чернослив вот лишним. Делаю потом уже, так как детские орехи всё уделались, то, соответственно, в следующий раз, ну, разделаю с черносливом ещё. Ну, добавлю, там у меня есть фундук наш в деревне, этот лесной орех. Он же лещина. Потом арахис, я, правда, из него делаю, предпочитаю делать арахисовую пасту. Не надо сюда прыгать. Я вообще еда есть. Вот сидела там. Вообще сюда не сувала-то. А тут как унюхала, наверное, что тут можно похулиганить сейчас. Мне сказал зритель в камен, так потом камен, видимо, прибил. Шёл в начале СМР, где я пишу нотки. Видно, часть, некая часть меня, скажем так. А я что-то даже не заметила. Но я слепая курица, в принципе, не обратила внимания. Но если это кого-то ранит, то, извиняйте, я случайно. Или это вообще ваше воображение. Шоколад у меня пока получается делать горький. Ну, чёрный, как вы поняли. И горький не то, чтобы там мало сладкого, там и мёд был, и ещё что-то. Ну, вот как-то он получается у меня ближе к горькому. Но, в принципе, я люблю горький. Оно и без шоколада вкусно вышло. Я ещё подумала, о сладке может с мёдом смешать. Я думаю, оно и так сладкое. Потому что изюм сам по себе немножко сладкий. Шелковица сладкая. Какой-то у меня там есть кунжут, арахис, фундук. Ну, наш мной вручную собранный. Причём, по большей части, прошлогодний, в прошлом году, очень большой урожай был. И хоть поделили на 3-7 минут, всё равно у людей осталось. Так, а это про него просто забыла ещё. Ещё друзьям там с мёдом подарила. Ну, со свежим мёдом. Почек когда звали. У меня кошка тапочку, что тянусь ноги справа, сапала. Я сижу теперь одной ногой на другой ноге с тапочкой. Жук-навозник. Ласковый я называю жучок-навознячок. Добавляю ещё навозник-гивачок. Представляете, да? А когда на хулиганте я её называю жук-навознюк. Ну, вон у меня там есть, короче, из орехов. И семечек таких. Семечки, подсолнечника. Потом кунжут. Кмин ещё есть чёрный. Ну, из него скорее этот, какой-нибудь чурбель сделать, а не десерт. Его можно и считать. Может, у меня ещё есть немножко кунжута чёрного. Купила как-то в отделе специи в Ашане. В отделе такой магазинчик. Хорошо взяла немного, потому что чё-то я им не проникла. Он какой-то горький, не горький. Ну, короче, он какой-то специфический. Кунжут белый. Шкурку от ореха. Как бы не доочистила. Видимо, очищала, но пропустила. Отблескала. Кунжут. Семечки подсолнечника. Карасис. Фундук. Кедровые орехи очищенные. Покупала как-то тут до салатов этого года сбор. И этот, бразильский орех. Ну, бразильский орех много не сешь, поэтому десерт из него особо не делаешь. Я его тут перетерла в печь, добавила мёда. По 2 чайных ложки в день вместо двух орешков хлопаю. Ну, они для орешков. Ещё остался изюм. Потом опять вся шелковица. При случае можно смешать, там что-нибудь сваять. То ли мы что-то скоммунизили, то ли ещё что-то такое металлическое. Судя по звуку. Из-под холодильника. Не остаёт. Мне бы как-то тапку мою из лодчицы и достать. Во, смогла. Ну, зритель, если ты новенький, приперся и думаешь, почему Лёля берёт сама то, что сама же ещё и сделала. Вот так. А ну, что у меня маразмин сладкая. У нас 1929 года в семье пчёлы. Бабушке моей мамы, ну, моей бабушке по линии мамы было 2 года, когда её папа завёл, шёл. И вот в деревне, когда качают мёд, особенно в детстве, в избе, где только этот мёд не был. И везде у вас липко, 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 липко. И с того момента у меня вот эта липка, ну, она, короче, липка. Мне сразу хочется руки помыть. А, у меня ещё там чищен, ядра семян конопли есть. Думаю, ну, их не особо много, но получится из них рубечь или лучше просто оставить и в салат херя начать. Ну, шоколад я тут делала. Сверху положила ядра семян конопли, залила когда формочку. А потом другой шоколад делала с кедровыми орехами. И вот они по вкусу похожи, кстати. Ядра семян конопли и кедровые орехи. Правда, масло семян конопли мне не понравилось, оно какое-то, ну, чисто попробовать. А масло кедрового ореха я ещё не пробовала. Но у меня пока есть маковое масло. У меня, кстати, ещё есть кокосовая стружка и мак. Ну, небольшое количество чисто так, печенье какое-нибудь добавлять. Но печенье пока чуть не делаю. Ну, из-за того, что я иногда какой-то зефир покупаю, печенье там, всё-таки. Ещё что-то такое, я подумала, что может просто сделать конфет для коммерческой. Там у меня ещё там манго лежит. Я вот купила манго. Думаю, куплю манго, он приедет, как обычно, сухой. Я его в блендере измельчу, у меня будет манговая пуза. А я буду в шоколад добавлять. Афигли, он приехал свежий, 29 августа изготовления. Мягкий очень. И, видать, я его переела, ела, ела. Потом у меня как-то всё чесаться стало. Ближайшие полчаса. Измельчиться, кстати, он не получился измельчиться. Так, порезался слегка. Я в результате туда воды добавила. У меня такое пырышко вышло. Смузи с манго, блин. Манго и вода. Так вот, поедая этот манго, да ещё потом у меня тот, который я ложкой скоблила, если ты шорстный смотрел, глянь, я как раз вот снимала и скоблила её. Вчера я зашла в магнит, хотела купить манго, потом думаю, блин, у меня куча всего, денег мало. Кстати, зрители, если хочешь задонатить, то можешь ткнуться в инфобокс, или вот здесь вот будет такое облако слегка фиолетовое. Вот так вот. Я сейчас даже гляну, влезет ли оно. Да, оно сюда влезет. В общем, где-то тут оно будет вот так вот. Вот это облако. Я же с телефона управляю. И я на данный момент собираю денежку на камеру DJI Osmo Pocket 2 2. Она может снимать 60 кадров в секунду, или что там это. Ну, короче, 4К в 60 кадров в секунду. Потом Full HD 2К. Она может снимать на морозе. Минус 32 вечером. Она может снимать просто вечером, очень качественно и четко. Она встроена, ну, она как бы экшн-камера позиционируется. Она встроена в стабилизатор. Ну, а также она позиционируется как камера для блогера, камера для семейных видео, бла-бла-бла, ну, то, то, да. Ты же знаешь, иногда я иду, снимаю что-то, и вот по большей части у меня руки дрожат. А на телефон? На телефоне хоть и нормальное качество, но руки-то дрожат по большей части. Стэдикам не спасают, мы уже так поняли, со стэдикамом и моими руками. Потом, как он там, на эту камеру тоже можно поснимать, но на холоде она тормозит, мерзнет, и всё, и как уже никак. И потом она побольше, а тут взял немножко так вот, вообще куда-нибудь прикрепил, и идёшь. Она побольше, чем DJI, точнее, DJI Osmo Puget 2, побольше, чем, ну, раза в три, наверное. Чем ту, которую я по ошибке купила, не ту модель, CGCAM C100. CGCAM C100+, там стабилизация, то всё, всякие плюшки, можно повесить вот так или вот так, оно будет писать так, как надо, а в CGCAM C100, без плюса, просто C100, там, короче говоря, вот только вот так вот, если вот так, уже будет не так. Объяснила, да? Ну, в общем-то, камера стоит где-то от 26 тысяч до 35. А если креатор Combo, ну, там микрофон, внешний прибудок к этому внешнему микрофону, потому что он как бы беспроводной, ещё какие-то штуки, дополнительный мониторчик, ну, этот экранчик, то всё, то это где-то около 40 тысяч. Ну, я хочу, в принципе, этот обычный формат, потому что из всего, что мне там надо, ну, максимум я потом, может, закажу себе отдельно, можно сказать, отдельно, это этот микрофон. Ну, кстати, камера с четырёх, с четырьмя микрофонами, можно сделать все четыре, включить у меня, это, кстати, на пятигональный микрофон, то бишь, шесть каналов идёт. Её можно включить, как на два канала, к ней тоже можно подключить микрофон, как ты в курсе, если смотришь, допустим, СМР и ещё какие-нибудь. А если не смотришь, то, ну, просто тебе в курсе. Потом можно сделать два микрофона, можно сделать три микрофона. В моём понимании, она просто идеальная камера. Я, как бы, у меня есть камера на 4К, ну, обычная, с мономикрофоном. Магик глаз, магический глаз. Моя первая экшн, в 2018 году, купленная. За четыре тысячи. Теперь за четыре тысячи можно купить что-то со стабилизацией. Ну, и я периодически хочу какую-нибудь камеру, которую вот можно взять с собой на улицу или куда-то поехать и поснимать. И при этом не тащить большую сумочку, по сравнению с ней. Для Соники сумочка побольше. А если можно сумочку закинуть, в рюкзачок ещё куда-нибудь в карман положить и поехать и не геморриться, что с ней что-то случится, вот как вот, допустим, Сонька. И внезапно я нашла для себя. Ну, в начале года я её вообще нашла. Тогда у меня приоритетом было сделать окно, балконный блок в комнате. Но я всё вспомнила, что я так и не сделала последний обзор квартиры как раз вот с этим балконным блоком уже. С этим окном пластиковым, с балконным блоком пластиковым. с той полкой, которая там у меня с прошлого года, не знаю, была она мне где-нибудь в обзоре-то полков. За стеклом, где домик Моздоки и такая мелочь всякая находится или нет. Ну и, короче, я сейчас коплю денежку. Пока что мне добрые зрители накидали в сумме на 9 тысяч. На Азон периодически она стоит где-то 26 плюс-минус. Ну и дороже там до 40 тысяч. Или до 35, это который без комбо. Если ты, зритель, смотришь меня и думаешь, чем такое рюкоп хорошее сделать, и у тебя есть лишние 100 рублей, можешь мне скинуть их на donation alerts, например. Или на карту. Номер карты есть в инфобоксе. Или на юмани. Когда будешь свои яндекс.деньги. Или подписаться на меня на спонсорскую подписку на эти же самые мунбанги, если ты вне России. шкурка, кусочек попался. А если ты находишься в России, то ты можешь поддержать меня на бусте. Подписка на мунбанги стоит 300 рублей в месяц. А на смр 200 рублей в месяц. Ну и у тебя будет чуть более ранний доступ, чем у остальных. Что-то вроде очистила хорошо, но шкурки какие-то тареха все же попадаются. Ой! Ну или кинуть меня биткоинов. Он тоже в инфобоксе этот каширек. Ну, номер этого биткоина находится. и если у тебя есть лишний биткоин, там какая-то какой-нибудь 0,00 этого биткоина, ты будешь, наверное, первым, кто это сделает. Потому что для тебя это делал только теста ради приятеля, который меня его оформил. И сказал, что вот, PayPal закончил свое действие в России благодаря неким манипуляциям наших политиков. Но можно заявить биткоин. Норский кошелок. И закинул туда 5 боксов. Это какая-то 0,00 какая-то тысячная или десятитысячная биткоина. Что-то у меня крошится. Я все-таки думаю, что их наверное надо хранить в холодильнике. Правда приоритически заставать. Либо отковырять, засунуть пакет, а потом сунем в холодильник. Так-то в принципе они держат форму. Я их когда снимала с этого блюдечка и с этой формы. Единственное, что жопка оставалась. Я бы уже приклеилась. Ну, а если ты какой-нибудь дофига богатый зритель, но мало ли, как-то один зритель задавайте мне целую ветку стримовую, то ты можешь чисто заказать на озон, на мое имя, предоплаченную, держа его с макокетту, выбрав допустим, Ленинская шоссе дом 4, если не буду. Ну, база, с которой я обычно заказы забираю. Искренут мне, типа, Лёля, я заказал или заказал, заказала или заказали тебе вот эту штуку. И ты обеспечишь тебе как минимум на одно видео при желании еще на несколько в облачке спасибо такому-то за камеру либо спасибо такому-то за донат. Обычно я пишу спасибо такому-то за донат. Ну, а если ты не считаешь, что я достойна твоих 100 рублей, то можешь просто написать мне какой-нибудь камень под этим видео, поставить палец кверху, книзу, если еще не подписался, подписывайтесь, если еще не нажал на колокольчик и не включил уведомления в своей смартфоне, то нажми и включи и будете счастливы. А если ты тоже любишь делать самопальные конфетки, можешь поделиться каким-нибудь рецептиком. И счастье будет и мне, и тебе, потому что ты продвинешь массы конфеток натурального изготовления. Ну, полезную и вкусную пищу. Мне что-то около 10 или 11 штук не помню. А сколько тут? 4. И тут 4 осталось. И сколько я наел слопала? 2 мера точно. Не считая робок. А еще я сделала так, в общем, как бы растопила шоколад. Сейчас при тебе как раз скрыть бы только. Он тоже на балконе был. Растопила шоколад, короче, вниз положила шоколад, потом сверху положила, насыпала этой массы, не сминая ее просто посыпала. А потом сверху залила шоколад и подумала, прольется он внутрь или нет. И поставила на балконе. Еще специальное окошечко вот настолько открыла. Ну, балкон же тоже застеклен, но суть такая, что, так как эта квартира изначально принадлежала каким-то другим людям, которые вообще были родственниками моих соседей по диагонали на механке, внезапно. Ну, как бы, я ее купила в апреле 18-го, 18-го года, и балкон уже был застекнут. Но там есть вот с палец такая дырочка, какая-то такая, видимо, для антенны. И дырочка есть, и когда у меня еще не был балконный блок сделан, а было все вот это деревянное, такое вот, не закрывающееся до конца и так далее, ветром продуваемое, то через эту дырочку как задует ветром, как все холодно станет и все внутрь идет. Не знаю уж, как это зимой будет, когда задует ветром, но слушайте, это такой кайф, когда вот эти пластиковые окна, пластиковый балконный блок, пластиковое окно на кухне, вообще. Ну, и, соответственно, эту дырочку как бы дует, а я разделала специально пошире, ветер там, не ветер, но все равно там уже как бы ближе к зиме идет, тут уже два дня как-то был, практически будто началась зима, еще так думаю, вау, давно это было, когда в ноябре вот вышел так снег и не стоял еще так сутки, ну, что видно, что зима, ну, правда, тут пару дней дочери пошли, все это смыло нафиг, но все равно, как бы холодно. И я убрала туда, и оно застыло. Просто у меня морозилка как бы почти битком забита, там есть небольшой кусочек, кулак туда влезет, но кулак под другой форму, чем вот эта форма. И потому, в общем, это не получилось. Я подозреваю, что надо было в силиконовую какую-нибудь мисочку это кидать, а не в такой контейнер, потому что фиг, наверное, безболезненно это достанешь. Может, только ковырять надо. Но это я поняла уже только сейчас. А тогда у меня галлы под рукой был только вот такой контейнер. И еще контейнер. Ну, а тут вот у меня немножко этого всего. Тут изюм, орех. Причем конфеты я делала так, я совершенно забыла, что изюм и подобные сухофрукты надо сначала хотя бы чутка отмочить или кипятком вам дать. Я взяла сухой изюм, засунула его в измельчитель после того, как измельчила в нем грецкие орехи и пересыпала в мисочку. И поняла, что оно как бы обделяет его как-то, обвылабывает, но не измельчает. И засунула уже в этот беломикс. В малый стакан на 900 мл. Еще немножечко. Так вот, почему я не пью сейчас чай просто со сладким к Днепрешей-кобылеходу? Ну, в смысле вне еды какой-то конкретной. В саду, когда вот летом, осенью работали, получалось так, что картошку покопаешь или посажаешь или еще что-то там поделаешь и хочется есть. Вольмешь с собой банан, а там ну, как бы банан съешь, ну, там еще хочется есть. А там печенье, какие-нибудь пряники, какая-нибудь сладкая фигня и чай. И налопаешься этого всего. Пищеварение дает сбой к чертовой бабушке. Потом болит все это. Ходишь, как беременный со всех сторон колобок. И все равно через какое-то время хочешь уже есть. Поэтому я как бы стараюсь просто так вот без повода без еды перед этим не лопать сладкое. там уже когда мне хочется думаешь слопать сладкое, я уже к тому времени хочу поесть. А когда поел и просто думаешь слопать сладкое, оно не лезет. Потому что только что поел. Ну, как-то вот все сложно обыграть. слезать. Иногда, конечно, в гости приходишь, там что-нибудь принесешь или что-то сделаешь, сделать или типа того. И там хочешь чаю? Ну, как бы попьешь чаю. И получается, что пьешь чай в гостях вот просто сладкое по большей части. Ну, иногда с едой, но по большей части просто сладкое. Но иногда это полезно, потому что зашел такой слегка полуживой и вот чаю-то как раз хочется попить. Но все же я стараюсь как-то сначала поесть. Тут после еды мне очень хотелось пить. Но я помнила, что я хотела сначала делать микроволновку, помыть ее изнутри. Ну, и надо было флешку открыть, проверить, что как. Камеру поставить. Камера внезапно оказалась еще с зарядкой даже. И стиралка у меня стирала. И стиралка как раз достиралась, пока я тут умыла эту микроволновку. соответственно, вот я села чай пить. Так вот, зритель, задонать ли вы эти денег? Я вообще своего приятеля не две подрат раскручивала. Сначала он вроде как согласился, а потом меня обломал. Но я как бы уже не рассчитывала, что он там... Я рассчитывала на то, что он меня обломает, скажем так. Я, может, человек такой, он думает, что если я что-то за него делаю, то вот, особенно, когда говоришь ему, вот это вот, ну, он жалуется на что-то, ему говоришь, вот это можно сделать. Ну, там, купить, вот, найди себе, закажи, и будет тебе счастье. А потом Лёля в бессоннице лежит, это ищет и скидывает ему, что вот это можно заказать. Вот тебе, типа, прямая ссылка, только заказывай. Причём, на зайке, который как раз в той стране обитания, где он находится. Ну, и 7 лет практически общаешься с человеком, иногда такое интересное о себе узнаёшь. Думаешь, блин, сколько... Чё ты вообще обо мне думаешь? Хотя, когда начали общаться, наверное у нас зеркалка, потому что иногда я помню ему что-то высказала, чё я о нём думала, не-не, на самом деле это не так, ты была неправая, я, наверное, не так себя показала, на самом деле это не так. В общем, всё в таком духе. Это тот, для которого я делала пианинный урок. Даже не ожидаю, что кто-то это ещё смотреть будет. А потом выяснилось, что ну, именно эту часть пианинного урока знал, а вот остальное там ключ фа, как ноты расставляются и так далее, именно в ключе фа длительности и тому подобное я не знал. Я сначала расстроилась, думаю, блин, а чё ты не сказал, что ты это знал, я бы хоть сразу перешла к другой части, потому что я изначально немножко и ключа фа записала, но урезала, сделала там до 6-ти что ли минут, думаю, ну, всё равно такой материал, как бы взрослый человек, это легко понимает, потому что детям это всё растаскивается на год обучения, потом уже дальше идёт, вот как-то какие-нибудь плюс-минус бонусы теории подкидываются, а сама суть музыкалки идёт, что просто сложность произведения. Практика, короче говоря, более сложная от года к году. Видимо, вот ещё чашечка. Заодно и выпью тут всё, как раз вот эта ролочка все свои цвета отдала, ягодки вон тут практически. Ну, всё равно, долью его до конца. И есть у меня подружка, которая мне на 5 лет старше. Я хрен знает, в каком году я объяснила все эти азы. Я к тому, что взрослый человек, он быстрее это схватывает, он быстрее всё это понимает, он как бы может за неделю освоить где-то максимум пианино, всю эту теорию. Практику уже, конечно, дольше, но суть такая, что он как бы уже выбирает, сколько ему времени на это потратить. А дальше уже, если хочет там быть супер-виртуозом, то да, занимайтесь по 2 часа в сутки, ну, или по 1,5, или хотя бы по часу. потому я подумала, что лучше всё-таки сначала небольшой материал выдать, основное, а потом вот так вот разделить это на несколько уроков. И, значит, он заявляет, что он это знает, и что-то ещё так, типа, я вообще-то ждал чего-то другого, я думаю, блин, я ждала совсем тоже другой реакции. Я так тогда расстроилась, обиделась, думаю, да, я неделю в телегу заходить не буду, пошёл нафиг. Но в итоге он извинился, и потом, типа, ну ты на этом, на Ютубе столько таких уроков, ну ты на этом денег не заработаешь, я думаю, ёпыра, ты что считаешь, что я канал на Ютубе веду исключительно, чтобы бабло заработать? Если бы это было так, то я бы, наверное, не вела канал на Ютубе, потому что я довольно мало на всё в этом заработала пока что. Я даже не знаю, вот, донаты от разных людей за всё время бытия канала, и там какие-то посылки с чем-то путным, но бывает такая шарпатреп, вот чисто бери боже, шумно-мне-боже, в самом начале, когда велась вот на это была такая Настя Зарецкая, там ещё Настя Лукьянова, это та, которую нельзя называть, и с ними были какие-то обмены посылками, вот эти все обмены подарками, и по сути я как бы от души посылала, а мне посылали по большей части, ну тебе не надо, я всё равно тебе пошлю это, типа мне не надо, оно как на выкидку, и вот если всё вот это вот брать, это шарпатреп и то, что путное, я думаю, что оно всё-таки не, даже на треть, если только окупило мой финансовый вклад в канал, ну вот покупка камеры вот этой, тогда на 17 тысяч стоило, там ещё что-то, что-то один в один окупалось, вот что-то мне донатили человек как раз вот на штатив этот, на котором камера стоит, тогда вот оно, да, вот один в один, сколько задонатили, столько и потратила, но где-то вот всё равно это где-то 30% во всей этой технике, малоли у меня платная, я понимаю, что можно скачать 100 рентов, но когда я на тот момент купила, мне какие-то баги были, я написала в техподдержку, мне объяснили, исправили, потом скинули ключ для новой версии, потому что хоть и у них и было, что месяца не прошло, и ты покупаешь программу, она через чуть меньше, через месяц она обновляется, у меня прошло тогда, по-моему, месяца полтора, но из-за того, что там были баги, и они не могли решить их, ну, не до конца хоть скидывали, они мне просто скинули, как бонусом, что вот, ну, я же купила программу, она не работает, они мне скинули ключ от новой программы, у меня была 17-ая укуплена, а у меня 18-ая стоит, я отключила обновление, потому что мне она удобна, я скачивала пробные версии, чисто по тестике, вот как и что, но я считаю, что какую-то программу лучше купить сама, потому что, если у тебя будут вопросы, ты можешь написать, тебе техподдержка по умолчанию ответит, потому что это их работа, а если это ты скачал старинтов, с каких-нибудь, или вообще не знаю, из какого-то сайта, то если у тебя будут вопросы по проблемам с работой с этой программой, то кому ты их напишешь? На этих сайтах сидят такие же, как ты, в принципе, в этом плане, не профессионалы, не те, кто писал программу. Так что, я по большей части говорю, я ему говорю, так, я так офигела, я говорю, слушай, ты что вообще? Думаю, поругаться, думаю, не буду, время тратить зря, сто пятьсот раз, но это уже объяснять, тем более, еще и ему это делать. Я ему просто сказала, что иногда я пишу ролик и не жду, что на него кто-то припрется, а на него припираются. А иногда пишешь ролик, да еще по просьбе трудящихся, а просмотров, комментов, вообще какой-то реакции ноль. И он типа, я думал, ты это делаешь до канала. Я говорю, я просто поняла, что в два ночи проводить урок на миди-клаве в наушниках, потому что, ну, как бы пианино в два ночи не запустишь поиграть. Это, во-первых, надо присобачить миди-клаву, заставить себя присобачить миди-клаву, а я в этой квартире еще миди-клаву ни разу не, вообще не присобачила, она у меня стоит рядом с компьютером, к этой системе на Линуксе. Потом, я не знаю, может, она, конечно, и к винде встанет, но я только найти дрова, потому что у меня диск, а диск у меня читается только на системнике. Ни на одном ноутбуке он мне никуда не влезет, этот диск. Я подумала, что если я запишу урок, выложу его на YouTube и сделаю отдельный плейлист, то у него в любое время будет доступ. А мне не придется в два ночи не спать и заниматься с ним онлайн. Ну, что если ему приспичат, конечно, то можно в определенное время, что и мне удобно, и ему удобно по теле, я там по вебу показать, как это на пианино. Ну, как вот именно изначальный выход это записать ролик. Я говорю, вообще из-за тебя дело. А тут такая задница. так что, если кто-то думает, что все, это исключительно из-за работы бабла, то если вы из России или нет, вообще вот как-то не настолько в танке, как я, допустим, чуть более, чуть менее в танке, да, даже я не настолько в танке относительно этого, то в России где-то с марта или с февраля отключена эта реклама. Монетизация идет, но она идет за Россией, то что вот люди если кто-то меня смотрит, находясь вне России, там рекламу видит, тогда да, мне за это что-то капает. И много блогеров свалило с Ютуба, когда вот это в России отменилось, российских блогеров. Почему? Потому что они именно из-за денег и делали весь свой контент, а я делаю по фаму. Но если за это еще причитается Маринка, то почему бы нет? Мне кажется, лучшая работа, это та, которая тебе нравится, и ты за нее при этом деньги получаешь. Что-то какие-то. Эх. А если у кого-то до сих пор возникает вопрос, Леля, где ты работаешь? На что ты живешь? У меня инвалидность. Середина лета 17 тысяч в месяц. Ну там коммуналка, то все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы попили чаю вместе со мной. А сели это до конца и вас не прибомбило от того, что я несу в камеру. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok